всем доброе утро ребятушки приветики пистолетики у нас уже сегодня среда 2 июня на улице очень хорошо тепло солнышко ветер немножко под утих надеюсь что целый день ветра не будет а то у нас постоянно здесь ветрено я с утра уже решила сделать заготовки что-то приготовить чтобы потом в обеденное время не стоять около плиты пойдемте покажу что я готовлю здесь жарятся грибочки влага уже ушла можно будет добавлять лучок так лучок уже в сковородке пусть немножко еще на сильном огне это все поджарится потом я добавлю сюда специи соль перец черный молотый может майоран это все добавлю чуть и в конце добавлю вместо сметаны гречки и йогурт и буду все это тушить на медленном огне а сейчас здесь лучок немножко подрумянится оставим его такой аромат на кухне лука так посолила поперчила добавила сушеный чесночок йогурт греческий и сейчас ставлю на маленькую температуру пусть все это дело тушится надо накрыть крышкой все пусть это тушится мои грибочки вот так это скажите от плитки отражение идет я думала что крышка у меня треснутая испугалась а тем временем я тут занимаюсь мясом разморозила небольшой кусочек порезала его на тоже небольшие кусочки посолила поперчила порезала лучок да это будет типа шашлычок как я говорю все сегодня с утра такую рифму лучок шашлычок еще хочу добавить паприку сладкую сухую и буду я этот шашлычок делать в духовке не хочу я на мангале делать потому что это много времени займет хотя кто его знает может пока у меня постоит помаринуется мясо я все таки решу делать его на мангале и лук порезала крупно вообще мне сестренка посоветовала лук натирать на терке мне с утра как-то не очень хочется плакать или так у меня что-то ну с какой-то заложенный поэтому я не рискнула его перейти на терке просто так все сейчас я это все делал так вот пожмакаю хорошенько накрою пленочкой уберу холодильник ну и когда мы будем планировать уже обедать то естественно я это все поставлю запекаться в духовку а тут мой суп с которого надо убрать половник помыть а суп поставить холодильник еще хотела у вас узнать и за питунью знаю что нужно срывать вот эти цветочки сухие для того чтобы питунья больше цвела вот например вот такой нужно уже убирать цветочек тогда питунья будет больше цвести и больше давать цветочков а спросить я у вас хотела кто знает правда ли то что питунья это многолетнее растение если это правда то расскажите мне как потом все это срезать надо как на зиму это все убирать чтобы потом на следующий год не покупать новую чтобы было это же питунья потому что я смотрела видео катя ваня в лох так вот там катюша посадила питунью и многие в комментариях писали что питунья это многолетнее растение но все зависит от страны где вы живете от климата от региона что у многих например в россии питунья считается однолетним растением так как холодно у них а некоторые пишут что можно как-то там что-то делать это до конца и не поняла то что комментарии не все прочитала вот и что питунья может нас радовать несколько лет так что если кто-то из моих подписчиков те кто проживают в польше расскажите правда ли что можно этот цветок сохранить и на следующий год его снова высадить они покупать новый что ж ребятушки все-таки я решила что шашлыку сегодня быть уж очень не хочется шашлычка хочется этого мяска на костре с дымком поэтому смотрите что я тут делаю уже жар такой хороший ну пусть еще раз горятся угли вот этот деревяшка про пусть прогорит видно вам нет вот такой жар хороший зарит салфетка дым глаза летит у нас как-то стало пасмурно солнышко куда-то спряталась непонятно но я надеюсь что это нам не опечалит наш шашлык я думаю что я успею его приготовить до того момента если вдруг надумает идти дождь а я надеюсь что дождь не пойдет ух а я тут как мангальщик ух накидала углей разных пусть все прогорит и буду готовить мясо для того чтобы его можно было уже сюда на мангал принести просто как бы планировали мы на этой неделе устроить шашлык и вроде как завтра в польше какой-то великий праздник не знаю какой надо умело что узнать вот поэтому я подумала но если я планировала если уже мой организм настроен желудок мой настроен на шашлык ну что ж себе отказывать в удовольствие надо делать как говорится работа не волк лес не убежит можно и мясо пожарить и работу сделать так я уже положила мясушка уже слышу как скворт шкварчит сквортит шкварчит мясушка надо помахать тут барсик порезала помидорчик ой аромат какой ребята это просто песня все-таки как ни крути лучше конечно распалить мангал и сделать мясо на костре потому что это и аромат не и вкусней я вообще в будущем хочу нормальный гриль чтобы мы купили такой чтоб накрывался потому что ну мангал я имею ввиду потому что вот это то что у нас но это конечно ужас он шатается неустойчивый надо всегда выбрать нормальное место где его поставить здесь я перекопала так что а иду иду и дают мне видео поснимать поговорить клубнику продает ребят сейчас узнаем почем и день добрый потому что если подходит клубнику продает мангаля в этот дом Можем вам помочь. А, ну, хорошо. Можем, пожалуйста, поставьте себе пани на миску. Один ковшик 24 кг. Два кило. Доброе. Мне что-то, что под раузу съесть. И еще один попросу. Два возьму. Доброе. Которое пани хочет, то я выйму. Которое мне понравилось? О, у нас шестка слично. Ту-ту попросил. Ребят, клубнику у нас возят. Я решила купить. Ой, сегодня у меня прям пикник и шашлыки, и клубника с доставкой на дом. Только мне надо быстренько для пани вынести денюжку и высыпать клубнику, потому что эти корзиночки обратно надо домой. Ой, домой в машину. Ей отдать. Ой, красота. Лепота. Купила, ребят, я клубничку. Сейчас помою ее. Такая большая, красивая. Смотрите. Хорошая клубника. 24 злотых стоит один, ну вот этот, корзиночка. Или я уже говорила. Я уже не помню, что я говорила. Бегаю, суечусь, тут клубнику продают. Тут мясо у меня жарится. В общем, все бегом-галопом. Сейчас помою клубничку. Аромат стоит на кухне клубничный. Просто вообще восхитительно. Хорошо, что сегодня возили клубнику, потому что я утром хотела съездить в Жеромин, купить клубники, а потом подумала согнать машину только из-за одной клубники. Думаю, я не поеду. Завтра просто, возможно, будут... А, завтра праздник. В пятницу поедем. В общем, хорошо, что привезли клубнику, потому что мне очень хотелось клубники. Ой, ребят, так хорошо. Солнышко вышло. У меня настроение поднялось. Вчера что-то я такая печаленная была. Ну, потому что, как бы, если ты запланировал что-либо, если хочешь шашлыка, надо делать, а не сидеть вот это вот и переживать то, что не получилось так, как хотелось. Ну, и благодаря тому, что я все-таки решила делать шашлык, у меня поднялось настроение. Накрыла тут стол. Здесь у нас зеленушка наша с огородом. Помидорчик порезала. Это грибочки, которые я потушила с... Скажите, с чем? С греческим йогуртом. Клубничка, соусы. И решили шампанского выпить. Как-то так. Ждем, когда доготовится наше мясо. И будем трапезничать. Так, куханы? Настроение отличное. Так. Все, шашлычок готов. Лук, конечно, пригорел. Но это обычное дело. Всегда так бывает. Зажарился весь сок с мясом. И вот он, наш шашлычок. Та-дам! Очень ароматно пахнет. Конечно, кусочки не сильно жирные, но ничего страшного. Я уже один кусочек попробовала. Это вкусно, ребята. И да, кто скажет, что мало шашлыка, нам на двоих этого вполне хватит, чтобы, так сказать, удовлетворить свои желудки вкусным ароматным шашлычком. Ну, естественно, как бы я все равно жду, когда приедут к нам наши любимые ребята, для того, чтобы мы сделали много шашлыка, и тогда у нас будет просто обжираловка. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Идем кушать, пока шашлык горячий. Все, мы уселись кушать. Вот здесь у меня шашлычок, соус с горчичком, грибочки. Ой, вкуснотища! Еще и на улице, на природке. Вообще просто замечательно. Люблю такие дни, когда можно порелаксовать. Меня плохо видно. Вкусный лук, да? Угу. Прям такой уф. И да, я шашлык ем руками. Не знаю, почему у меня есть вилка, но я люблю почему-то есть руками. Для меня это еда, как можно сказать, природы, да? Сразу костер, палатки, речка рядом. Что-то как-то так ассоциируется. Класс. Вот так бывает, нежданно, негаданно, раз, и устроили себе пикник. Да? Так. Хорошо так. Супер. Угу. 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 Вот что хотела сказать. Купила соус в бедренке. Мадера фирма. Вот такой. Вот такой. И мне он, кстати, очень понравился. С медом. С медом горячаным. Ну, вкусный соус, да? Угу. Он как раз и для мяса вообще самое то. Так, чтобы кто не пробовал, попробуйте. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Еще раз желаю. Будем кушать и общаться. И наслаждаться пением птиц. И ароматом питуней. И пиром. И машинами, которые ездят, и мешают нам разговаривать. И замкнем дорогу. Да. Закроем дорогу, чтобы никто не ездил. Сидим, отдыхаем. Милаш пошел в магазин и купил мне киндер нисподянка. Когда сказал, что это для тебя нисподянка, я думала, что он имеет в виду, что киндер-сюрприз. Ну, как бы уже, да, не знаю, что там. А кажется, он так и называется нисподянка. На самом деле я не хочу шоколада. Просто Милаш решил, что у меня как бы шампанское, клубника. Что мне не хватает шоколада. С сюрпризом. Для забавы. Для забавы? Ну, там есть я и куплю. Ну, мне интересно посмотреть, что там внутри. Сейчас открою, посмотрю. Я помню, в детстве это вообще казалось просто что-то нереальное, когда родители покупали. Ну, во-первых, как бы киндер-сюрприз, он цвета был недешевый. Да он и сейчас недешевый. Сколько это яйцо стоит? Ну, это шоколад 5 злотых. 5 злотых. На 5 злотых можно было 4 шоколадки купить. 100-граммовых. Причём вкусных. А, кстати, хотела сказать, я никогда не знала то, что оказывается, вот яйцо шоколадное, это внутри оно белый шоколад, сверху молочный, тёмный. Кто там ездит? А внутри вот эта штучка с игрушкой, это оказывается желток. Ты знала об этом? А я не знала никогда. Я думала, что просто жёлтый. Оказывается, это из-за того, что как бы имитация настоящего яйца. А как правильно оно открывается? Ребят, думала целая будет игрушка, а у меня тут надо собирать. Соседи кричат. Это какая-то обезьяна будет. Сейчас переключусь. Похоже на обезьянку какую-то. обезьяна. С чего? Это не голубь? Нет, это не голубь, это обезьяна, макака. Там сбоку соседи, и там к обету зовут Багуша. И я как-то вышла утром с Барсиком на улицу, а он кричит, Альгуша, Альгуша. А я такая думаю, откуда он знает, что меня мило тоже называет Альгуша. А оказывается, он кричит Багуша, а не Альгуша. Ладно, сейчас соберу, покажу, одной рукой неудобно. Ой, ребята, в общем, это такая обезьянка, которая висит на такой веточке, и можно вот так вот ее крутить. Кухан, ну мне неудобно одной Ренкой ее крентить. Да шо ж такое? Да шо ж такое? Вот так она крутится. Это мне что-то напоминает, Кухан, и ты недавно говорил, что я как обезьянка лазаю везде. А так типа. Сказал, сказал. Сказал, сказал. Я все помню хорошо, что ты говорил. Такая макака. А в Польше, кстати, некрасиво говорить, да, макака? Это считается обидным словом, да? Нет. Ну как нет? Ну не знаю, вроде... Ну да. Ну вроде говорят, что обижаются, когда там говорят так. Нет? Я-то не обижаюсь, я не хорошо знаю польские и польские традиции. Мне вообще все равно, когда кто что говорит. За дом спрятался, полетел. Мой ребенок гуляет, пока мы убираем со стола, то наш Барсик там ходит. Ух, моя зая. Что ж, ребятушки, день подходит к концу, к завершению моего дня. Мы сегодня отлично посидели, отлично отдохнули, покушали мясо. Хотя я не знаю, от чего я больше съела мясо, либо клубники, трускавки, потому что клубника очень вкусная. Она чувствуется, что прям домашняя, с грядки не такая, что как бы там собирали ее, где высаживают на этих фермах, да? А вот прям домашняя-домашняя клубника. Я рада тому, что мы сегодня купили такую клубнику. Пообщались на многие темы, вспомнили что-то, как мы с Милошем встретились, как мы друг друга первый раз увидели. Такие воспоминания. Ну, просто я не знаю. Я выпила шампанского и еще допиваю тут у меня в бокале. Всем хорошего настроения. Завтра четверг. Завтра праздник в Польше. Называется он, если я не ошибаюсь, то называется он как тело Бога или как. Это праздник костела. В костеле празднуется. Мы навряд ли поедем в костел. Не знаю, может быть Милош захочет поехать. Может и поедем. Просто я до конца не понимаю всех правил и всех законов. У нас, кстати, тут летают дельтапланы и не знаю, как показать вам. Ой, там в небе видно будет, нет? Вертолеты, самолеты, дельтапланы летают. Ладно, не важно. Давайте с вами пообщаемся немножко. В общем, что я там говорила о том, что посидели, вспоминали, как мы встретились, как это все происходило, наши первые впечатления, как мы что чувствовали друг к другу, чего нам не хватало. Я имею в виду таких чувств. Такие воспоминания приятные. И иногда не хватает таких дней, чтобы просто так порелаксировать, отдохнуть. Но скажу, их не хватает лишь в причине того, что мы сами их не делаем. Если чего-то хочется, нужно это делать. Если я хотела, чтобы был у нас пикник, чтобы мы отдохнули, так сказать, душой и телом, комары летают, то нужно было это делать. Если я хотела шашлык, то нужно это делать. Ребят, я вам даже больше скажу, комары сидят на вас. Я сейчас так помашу тут вокруг. Вот, отлично сегодня был дед. Чё, дед? Ну как так можно снимать? Они летают, они садятся мне на лоб везде. Я и так хожу постоянно с такой шишандрой. Все подумают, что у меня прищ вырос. А что, это снимается? То, что никто не написал по поводу того, что я сломала, это не означает, что все плохо смотрят. Просто это означает то, что я молодец. Тишина. Здравствуйте, приехали. У нас тут съемка вообще-то, а вы тут ходите. Дамочка. В общем, я вам... Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Пошка желоговыгибистая. Я человек фельдикупиатистый, могу фельдикупнуть и не выфельдикупнуть. В конце концов, хочу сказать, надеюсь, моя дикция не начнет мешать мне. Всем хорошего просмотра, всем хорошего настроения. Спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за то, что подписываетесь на мой канал. Хотя мало кто подписывается. Прошу, подписывайтесь на мой канал. Давайте, наконец-то, соберем аудиторию в тысячу человек, потому что мне это необходимо. И пишите, конечно, комментарии. Как всегда, с любовью и уважением, ваша Ольга Ставицкая. Всем приятного просмотра. И до новых встреч на моем канале. Папа, бузячки. Не, ну я, конечно, все понимаю. Ну, вас очень много тут ходит. Очень много. Киса. Ты кто такая? Ну, ты явно кошка. Ну, просто понимаешь, как бы, чересчур у вас тут много. Занатто. Иди к себе на подворок. Хоть до себе. Деньку и бардзе, до видзене.